В эту ночь мы заснули, как убитые. И я даже не успела подумать, как Аллочка будет спать на новом месте. Я вообще не успела об этом подумать, у меня даже мысли такой не было в голове. Я уже привыкла, что ребёнок в той квартире вставал каждую ночь. Поэтому я каждую ночь не ложилась спать до половины первого, потому что Аллочка просыпалась каждый день в половине первого, чётко, по часам. Единственное, Аллочка спала и не просыпалась, когда мы были на даче, или у моей бабушки с тётей Валей, или когда бывали у мамы на Белорусской. Но сейчас из-за этой суеты мне даже не пришла в голову мысль, а спокойно ли будет спать мой ребёнок. Я просто упала и уснула от усталости, как и все. То ли это была ночь, то ли это был уже рассвет, не знаю, но мне показалось, что я проспала целую ночь. Но когда я открыла глаза от шороха, я услышала, что из маленькой комнаты выходит Аллочка. Я открыла глаза, и я увидела её. У неё в руках была банка с карандашами. Она вынесла эту банку с карандашами из комнаты и приближалась к нашему дивану, где спали мы с Борисом. Она подошла к журнальному столу, поставила эту банку на стол, повернула голову ко мне и сказала, «Что, я опять встала?» Я посмотрела на неё. Это был первый такой случай, когда она сознательно поняла, что она встала. Встала, прошла по комнате. Раньше такого не было. Раньше всегда было. Она просыпалась и, сидя в кровати, плакала. Когда была маленькая, она успокаивалась или у меня, или у Бориса на руках. Когда стала взрослее, она просыпалась и, просто сидя в кроватке, с открытыми глазами, плакала. Плакала, кричала и показывала вот так пальчиком куда-то. Мы с Борисом оглядывались, смотрели, но ничего не могли понять, мы ничего не видели. Аллочка подошла, посмотрела на меня. Я сказала, «Дочь, всё хорошо, всё хорошо, ты просто принесла, поставила карандаши». Несмотря на то, что была глубокая ночь. «Ой, ну надо же», сказала она. Засмеялась и вернулась в комнату. Опять забралась на диван, где тихо спала мама, и уснула. Я тоже быстро уснула, но проснулась уже рано утром и поняла, что с моим ребёнком произошли какие-то изменения. А что будет дальше? Будет она просыпаться или нет? Раньше Аллочка не хотела даже говорить о том, что или кого она видит, что её так пугает. Но в это утро за завтраком я её спросила, «Дочь, а теперь ты можешь сказать, что ты видела, что тебя так пугает?» «Мам, я боюсь». «Он такой страшный». «Я боюсь», сказала она. «Алл, ну ты не бойся, ты мне расскажи, ведь я даже не знаю, чем тебе помочь. Я не знаю, доча, чем тебе помочь. Мам, вот когда мы жили в той квартире, я просыпалась и я видела, как в дверном проёме кухни стоит какой-то мужчина. Какой мужчина? Мам, я не знаю, какой. Он был в капюшоне и в длинном плаще, а капюшон был одет на голову. На голову. И что? Ну, плащ такой длинный. Длинный плащ. Мам, он чёрный, а внутри он отделан красным. А ещё, мам, он вот так держал руки, у него были широкие рукава, но рук не было. Вот так вот у него были рукава, вот эти широкие. А лицо, дочь, на кого он был похож? Мам, а лица тоже нет. Как нет лица? Мам, нет лица. Нет рук, нет лица. Но я видела, что это мужчина. Он он как будто выходил из комнаты, но он ко мне не приближался. Он как будто шёл, но шёл на одном месте, потому что полы вот этого длинного плаща с капюшоном, они вот откидывались, как будто, вот знаешь, вот как человек идиот. Алл, ужас какой. И вот это тебя пугало? Да, мам, потому что я вас не видела. Я видела его, и он прям вот шёл ко мне. Он шёл от кухни, а у гардероба он останавливался и просто шевелил ногами. Господи, что это вообще может быть? Мам, а здесь тоже так будет? Нет, Алл, здесь точно так не будет. Ты же видишь, ты проснулась ночью, взяла банку с карандашами. Ты помнишь об этом? Да, я помню. Я помню, что я встала, взяла банку, и зачем я её поставила к вам на журнальный стол, я даже не знаю. Дочь, я думаю, что что-то изменилось в твоей жизни. И больше такого уже не будет. Хорошо бы такого не было, мама, потому что это очень страшно. Мне казалось, что я в комнате совсем одна, темно. и вот этот страшный мужчина в плаще. Ребята, я бы никогда вам этого, наверное, не сказала. Никогда бы я этого вам не рассказала. Но эту историю, вот такую же, похожую, с такой же фигурой, в плаще, в капюшоне, я услышала на канале Самвела Адамяна. Эту историю рассказывал его друг Игорь. И когда я это услышала, я поняла, что такой человек виделся не только моей дочери. Мы эту историю, конечно, в семье обсуждали, потому что странно, вот такое видение у маленького ребёнка. Игорь на канале Самвела тоже не объяснял, что, почему, как, кто захочет, может найти это видео. И вот только после того, когда Игорь рассказал это, я решилась рассказать это втихо сам собой. «Значит, что-то в этом есть? Видимо, люди не просто так видят этого человека в плаще, в длинном, в капюшоне. Вот такое видела Алла. Сейчас она училась во втором классе. Представляете, сколько лет вот это видение мучило ребёнка? А она молчала. Она не рассказывала. Видимо, какие-то свои мысли были в голове у девочки, потому что видимо, боялась рассказать. Видимо, боялась, что существо это материализуется. Я не знаю, что её пугало. Почему она не могла рассказать? Может быть, не доверяла. А может быть, боялась вслух озвучивать. Не знаю. Но вот теперь я могу об этом рассказать. Я очень удивилась, когда Игорь рассказал точно такую же историю. Я даже на стуле подскочила. Думаю, ну надо же. Такое совпадение. И именно так он описал этого человека. Мы так и не знаем, что это за человек, кто это, и почему моя маленькая дочь видела его каждую ночь именно в этой квартире. В этой квартире, в новой. Она уже никогда больше не вставала по ночам. Не пугал её этот человек в плаще. и всё было нормально и хорошо. Мне пришлось провожать Аллочку в школу, потому что добираться до школы нужно было на 696-м автобусе, который останавливался недалеко от нашего нового дома. Я возила её каждое утро, благо, к тому времени я работу ещё не нашла. И вот однажды, после уроков, когда я приехала за Аллочкой, меня встретила Валентина. Валентина, которая работала в школе секретарём, и дочь которой, Галочка, училась в классе вместе с моей дочерью Аллой. И вот она говорит, Любаш, в подвале нашей школы открылась какая-то художественная мастерская. Ты не хочешь пойти туда работать? Валюш, я в художественную мастерскую, а что я буду делать? Я ничего не умею. Там что, вяжут на машине? Может быть, там вяжут руками? Да нет. Там собираются делать какие-то глиняные изделия. Там директор, хозяин, молодой человек. Ты знаешь, очень воспитанный, культурный, добрый. Мне кажется, он неплохой руководитель. И там небольшой коллектив. Ты зайди, спроси. Вдруг для тебя найдётся работа. Ой, Валь, я стесняюсь. Ну, как я приду? Там люди искусством занимаются. Ну, а я-то что буду делать? Я к искусству не имею никакого отношения. Совсем. Ну, вот если только вышивка, вязание. Ну, нет, ни вышивки, ни вязания там нет. Там глина. Там ребята занимаются творчеством, занимаются глиной. По-моему, какие-то фигурки, по-моему, какие-то вазочки. Ты зайди, узнай. Это старца нашей школы. Ой, Валь, ну, что-то как-то... Ну, я могу пойти в конструкторское бюро, только никому мы не нужны. Да и не люблю я черчения. Я черчения со школы не люблю. Я в проектный институт-то пошла только потому, что там вычислительный центр должен был быть. А мама хотела, чтобы я работала в вычислительном центре. Ну, в общем-то, поэтому и пошла по желанию мамы. Никакого там вычислительного центра не построили во время моей работы. Поэтому я и работала в конструкторском бюро. Нет, Любаш, здесь характер работы совсем другой. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Валь, ну, меня что-то это как-то смущает. Ну, я никогда не была знакома с людьми искусства. Мне как-то неудобно. Да ладно, давай я поговорю. Вдруг там будет местечко для тебя. Ладно, хорошо, поговори. Зарплата мне не помешает. Ну, что я дома сижу? Молодая, здоровая женщина. Чего я сижу дома? Хорошо, я поговорю. И в следующий раз, когда будем забирать детей, я тебя подожду и все тебе расскажу. Договорились? Договорились. Мы приехали с Аллочкой домой. Мама была еще на работе, потому что занятия в школе Аллочки заканчивались когда как. Когда в два часа, когда в три часа, иногда в четыре, потому что, обучаясь в художественной школе, у Аллы были занятия на пленере. Пленер – это занятие на природе. Дети рисуют природу, воду, листья, деревья, прохожих, какие попадаются в поле их зрения. Они приходили на пленер, садились на маленькие стульчики, клали доску на колени и на листе бумаги создавали свои шедевры. Кто чем? Преподаватель ходила между ними, а это, поверьте, было непросто, потому что дети сидели не единой кучкой, а разбредались кто куда. Кто-то садился поближе к пруду, чтобы рисовать воду, кто-то поближе к деревьям, кто-то поближе к дороге, чтобы попадались люди, дома. И задания у всех были разные. Так что занятия у Аллочки в школе заканчивались в разное время. Но теперь мы с ней возвращались в новую квартиру. Ну, мы ее так между собой называли «новая квартира». И вот мы вернулись в этот день с ней домой, пообедали. Аллочка села делать уроки, потому что и по рисованию им тоже задавали уроки. Я улеглась на диван. Гриф улегся у меня на диване в ногах. Я читала книгу, а гриф мирно посапывал рядом, даже немного похрапывал. «Борис был на работе, мама тоже была на работе, дома не было никого». И тут раздался какой-то непонятный звук, и мне показалось, что открылась входная дверь. Я думаю, неужели мама так быстро пришла с работы? Гриф первый отреагировал. Он навострил свои обрезанные уши, которые стояли домиком, торчком на голове, рыкнул и сорвался с дивана. Гриф пробежал через большую комнату и почему-то выскочил за дверь. За дверь? Странно. Неужели к нам кто-то вошел? По старой привычке, когда мы жили на первом этаже, а гриф уже стал взрослым, мы не закрывали входную дверь. А зачем? Большая собака в доме. Нет смысла закрывать дверь. К нам никто не мог войти, потому что, если что, гриф всегда подходил к двери, когда слышал шаги, и никогда не лаял. Никогда. Он всегда глухо рычал. А тут он сорвался, побежал к двери, и почему-то я услышала его лай уже на лестничной площадке. Я вскочила и побежала за ним. И я увидела потрясающее зрелище. Дверь в нашу квартиру была открыта настиж. Грифа у квартиры не было. Внизу на лестнице его тоже не было. Гриф метался и царапал когтями стеклянную, обитую алюминием, дверь подъезда. У нас дверь подъезда была двойная. Сначала одна дверь, потом небольшой тамбур и вторая дверь. И вот гриф метался между этими двумя дверями. Такой большой собаке там было очень трудно развернуться. Но гриф царапал дверь и рвался на улицу. Я подошла. Ошейника на грифе не было, потому что дома мы снимали ошейник. И гриф был послушная собака. Несмотря на его болезнь, я неплохо его воспитала. Он прекрасно все понимал. Слова и слушался. Я просто взяла его за шкурку. И тут, ребята, и тут у первой двери я увидела башмак. Башмак стоял вот так и не давал закрыться первой двери. Если вторая дверь, которая выходила на улицу, она захлопнулась, потому что на двери был доводчик, то эта дверь, она придерживалась башмаком. Это был мужской туфель. Странно. Что это могло быть? Держа за шкуру грифа, я открыла дверь на улицу, выглянула и посмотрела направо и налево. Никого не было. Странно. Но башмак же чей-то был. Значит, кто-то открыл дверь. Странно. А в той квартире, точнее, в этой квартире, двери были двойные. Сначала была внутренняя дверь, обитая теплым материалом, потому что все-таки первый этаж. И вторая дверь, которая была просто деревянная. Между ними было совсем малюсенькое расстояние. Значит, кто-то вошел в квартиру, открыл одну дверь, вторую дверь. И тут гриф все услышал. Сорвался и бросился за тем человеком, который пытался войти в квартиру. Значит, человек от него убегал и как золушка оставил свою туфельку. Мы с грифом вернулись в квартиру. Алла сказала, «Мам, мама, что случилось? Что случилось?» Я говорю, «Алла, по-моему, гриф прогнал заблудившегося человека или кто-то хотел войти в нашу квартиру. Я не знаю». Алла стала трепать по голове грифа и говорить, «Какой же ты молодец! Какой же ты умница! Ты все слышишь, но ты никогда не даешь нас в обиду!» Я стояла в стороне, смотрела на Аллочку и грифа и думала, что эта собака никогда не даст моего ребенка в обиду. И не только ребенка, но и меня. И мне было очень гордо за моего грифа и за нашу семью, что у нас такая прекрасная собака, самая лучшая собака в мире. Это не собака, это член семьи. Гриф был хорош всем. Он никогда не гавкал в квартире. Никогда. Он никогда не гавкал на звонок, когда мы были в квартире. Но он всегда гавкал на звонок, когда в квартире никого не было. Его никто этому не учил. По всей вероятности, собаки это впитывают из поколения в поколение с молоком матери. Гриф никогда не рычал на наших друзей, но всегда относился к ним с подозрением. Если мы встречали человека по-доброму и протягивали руку, гриф никогда не кидался на эту руку. Гриф стоял в стороне и внимательно смотрел на нас и на наших друзей, как будто изучал наши отношения. Добрый ли человек пришел в дом? Он друг? Или он враг? Надо ли мне защищать хозяина? Или я могу быть спокоен? Но всегда, когда гости были в доме, гриф лежал у входной двери. Там у него был пост. Но зато гриф всегда расслаблялся, когда дома были только мы. Он очень любил лежать на диване вместе с нами. Он очень хороший был пес. Очень. Единственное, что осталось после его той долгой болезни в течение 9 месяцев, это то, что у грифа сильно лезла шерсть. Несмотря на то, что боксеры гладкошерстные, все-таки шерсть, конечно, у них есть, а так как он был белый, мы все время ходили в этих тонких белых волосках. У нас никогда не было одежды из вельвета, потому что эти волосы, ну не волосы, шерсть грифа забивались в вельвет. Но вы знаете, эти неудобства, ну да, да, я извиняюсь, и везде оставленные слюни, все время ходишь, вытираешь их тряпкой, но не везде же ты это вытрешь. И даже эти неудобства не оставляли плохого осадка собаке. Ни шерсть, ни слюни. Настолько был замечательным и умным псом, что мы на это просто не обращали внимания. Переехать-то мы переехали на новую квартиру, но на дачу мы продолжали ездить. И вот этой глубокой осенью Люба и тетя Маша все-таки решили сломать свою половину дома. Конечно, это было не очень удобно и не вовремя, я бы сказала, потому что осень, дожди, холодно, уже холодно. Хоть в доме и была печь, но отрезав половину дома, мы оставались без одной стены. Без стены именно в той комнате, где находилась печь. То есть мы практически лишались одной комнаты. Вспомните, той самой дальней, маленькой комнаты, где была печь, той комнаты, из которой топилась печь. Мы ее лишались, потому что, отрезав вторую половину дома, эта комната оставалась без стены. Быстро, на скорую руку, Борис, мама и я стали хоть чем-то, хоть как-то забирать. Огромный проем шириной в ширину дома. Особого материала не было. Это сейчас, иди в магазин, бери, что хочешь. Любой материал, любой лист и забивай. Но тогда было не так, да и денег на это не было. Мы кое-как горбылем с огромными щелями забили эту стену и натянули целлофан. Целлофан был натянут в несколько рядов, но от ветра он не спасал. Эта стена от ветра и от дождя все время плакала, сотрясалась и хлопала по горбылю. Поэтому в этой маленькой комнате никто не спал, никто, никто не оставался. Мы все мы все вчетвером мама, я, Борис и Аллочка спали в соседней комнате, сдвинув четыре кровати. Представляете? Мы накидывали туда матрасы, мы набивались в эти четыре кровати, мы укутывались одеялами, набрасывали на себя старые куртки, которые уже привезли в дом. Гриф залезал к нам в ноги, мы тоже укутывали его и вот так мы там ночевали. И вот так дом встречал зиму. Зимой на дачу мы, конечно, не ездили, конечно, не ездили. Холодно. Да и вот в эти осенние ночи все равно было спать холодно. Весело, интересно, но очень холодно. потому что крыша начала течь. Печка только первое время давала тепло, а потом тепло она уже не давала, она остывала, и мы грелись только теплом своих тел. так как стены не было и в той большой комнате, где была якобы игровая, когда я вам рассказывала. Ту стену мы тоже забили горбылем и тоже затянули целлофаном. И тоже там страшно было холодно. От того, что было много дождей, от того, что была отрезана половина дома, дом как бы начала выворачивать по спирали относительно фундамента. Часть камней осела, а часть камней наоборот выперла. И дом приобрел какой-то спиральный вид. И когда мы приехали уже поздней-поздней осенью, когда утром и ночью были легкие заморозки, то дождь, попадая на пол в этой комнате, превращался в лед. И это было настоящее испытание, чтобы выйти в эту игровую, где мы устроили кухню и что-то приготовить. Стол стоял криво, за ночь все стулья сдвигались к окну, потому что пол был наклонен, и он был покрыт льдом. Первый всегда вставала мама. Она готовила завтрак на нас на всех. И вот ей-то приходилось труднее всего. Войдя в комнату, она в первую очередь съезжала к окну. Конечно, сначала это было смешно, но потом это становилось уже опасным. Ну, что поделаешь, так мы жили, так мы начинали строить нашу дом и зимовал. Когда мы ее построим, мы не знали, потому что наша семья жили на зарплату Бориса и на зарплату мамы. А мне? А мне нужно было срочно идти на работу. Но пока звонка от Валентины не было. И пока я не смогла пойти и куда-то устроиться. я не то, что сидела, ждала, пока это мне Валентина позвонит. Нет, сложно тогда было с работой. Очень сложно. Но ничего. И этот период времени мы тоже пережили. И пережили его весело. В квартире хоть мы и старались разместить все вещи, чтобы уместилась мебель и из маминой квартиры, и из нашей квартиры. Но не все удалось нам разместить. Слишком много было вещей. Поэтому некоторые вещи все-таки стояли у нас в коробках. Да, был такой период в нашей жизни, когда часть вещей хранились у нас в коробках. Но ничего не поделаешь в тесноте да не в обиде. Зато теперь и мама смогла пожить в отдельной квартире и порадоваться, и узнать, что такое отдельная квартира. квартира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...